20 февраля Бабушкинский районный суд провел сразу два заседания по делам оппозиционера Алексея Навального. Первое – апелляция на замену условного срока на реальный по делу Ифраше. Судья решил зачесть время под домашним арестом по другому делу, то есть сократить фактический срок пребывания Навального в колонии. В остальном решение о реальном сроке остается без изменений. Второе – по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Суд признал Навального виновным и обязал выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Изначально судебное заседание по апелляции планировалось в Мосгорсуде, но после того, как на 20 февраля в Бабушкинском суде назначили заседание по делу о клевете, его сделали выездным. Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу Ифраше реальным, но при этом изменил постановление, зачтяв срок наказания нахождения под домашним арестом с декабря 2013 по февраль 2014 года. Срок реального заключения для Навального сокращается на несколько месяцев. Такое решение вынес судья Дмитрий Балашев. Защитники Навального требовали освободить оппозиционера в рамках обеспечительных мер, которые Россию обязал принять Европейский суд по правам человека. Адвокат Ольга Михайлова напомнила, что по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и расследований СМИ о связи с ним ФСБ, его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья. В своем последнем слове Навальный рассказал, что стал верующим человеком и в его политической деятельности ему помогает заповедь «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Обратившись к суде и прокурору, он призвал их не бояться этих людей, тех, кто добивается правды. По поводу дела о клевете на ветерана. На предыдущем заседании в прениях выступили адвокаты Навального и прокурор. Екатерина Фролова заявляла, что Навальный имел прямой умысел на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне и указала на то, что в других странах за похожие преступления действуют жесткие наказания. В свою очередь Навальный обвинил власть в том, что она пытается заявлениями о защите ветеранов прикрыть то, что им почти не оказывается помощь. «Вы используете ветеранов, потому что очень неловко обсуждать настоящее. С вами хотят поговорить про коррупцию, про бедность, про развал здравоохранения, а вам сказать нечего», – заключил он. После судья вынес следующий приговор. Навальный достоверно знал, что распространенные им сведения носят ложный характер, порочат репутацию. Преступные действия Навального повлекли за собой причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны. Вину Навального также подтверждают обстоятельства, установленные в судебном заседании. В частности, приглашенный защитой специалист Баранов подтвердил, что слова Навального содержат негативную оценку, но не содержат фактов, заявила судья. Исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд находит достаточными. Сам Навальный даже не оспаривал доводы потерпевшего, а его утверждение, что сам Артеменко не обращался за защитой, безосновательны и полностью опровергнуты в ходе судебного разбирательства, резюмировала судья. Субтитры создавал DimaTorzok